Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи – «Права человека». Гость сегодняшней программы – юрис-консультант, член общества защиты прав потребителей Дмитрий Александрович Галин. Здравствуйте. Дмитрий Александрович, сегодня по радио и с экранов телевизоров мы часто можем услышать о правах человека. Но создается впечатление, что в разных странах свое понимание тех прав, которыми наделен каждый человек. Не могли бы Вы прояснить этот вопрос? Что следует понимать под нашими правами, под правами человека? И перечислите хотя бы основные из них. Право человека – это правила поведения, обеспечивающие защиту, достоинство и свободу каждого отдельного человека в равной степени. К основным можно отнести, естественно, право на жизнь, право на свободу, свободу от рабства и пыток, свободу слова, право на труд, право на образование. И вот я считаю одно из тоже немаловажных – право на признание правосубъектности. Это что такое? Это право быть участником правоотношений в любой стране, в любой точке нашего мира. То есть, где бы мы ни находились, мы обладаем какими-то правами и несем определенные обязанности. Это очень важно. Кстати говоря, ведь права человека – это такое международное понятие, и есть международное движение за права человека. Вот что является причиной именно международного такого статуса вот этого понятия прав человека? Почему права человека так важны, что за них борются не только отдельные личности, но и целое государство с их мощным бюрократическим аппаратом? Ну, вообще, если мы оглянемся назад и посмотрим историю этого феномена, впервые о правах человека начали говорить в эпоху возразления. И вот тогда именно сам факт появления этих прав человека, в том понимании, в котором мы видим их сейчас, это было все-таки следствие смены экономических формаций, если мы говорим по Карлу Марксу. Сейчас данный объект, социальный институт, он важен, потому что, давайте будем откровенны, это такой весьма политический вопрос, в первую очередь. И популярность вот этого движения в защиту прав и свобод человека имеется именно в Европе и в США, это и следствие их внутриполитической деятельности, связанной вот с заигрыванием, я бы сказал так, с заигрыванием, с этим понятием. Ну, а как ваше утолкание прав человека соотносится со всеобщей декларацией прав человека, которая была принята в Организации Объединенных Наций еще в 1948 году? Ведь известно, что в СССР распространение даже текста декларации рассматривалось в качестве антисоветской подрывной деятельности и являлось преступлением. Признаются ли сегодня положение декларации прав человека в постсоветской России? Ну, поскольку я имею классическое юридическое образование, то, естественно, то понятие, которое мне объясняли в УЗИ, оно совпадает примерно процентов на 90, может быть, даже на 100 с тем понятием, которое представлено в данном международном акте. Ведь дело в том, что помимо декларации прав человека есть и другие конвенции, да, по большому счету они между собой, именно в понимании этого феномена, они очень похожи. Поэтому, да, совпадают. Что касается признания конкретно вот именно вот этого документа 1948 года. Да, действительно, в Советском Союзе, когда Советский Союз был членом ООН, Советский Союз отказался голосовать за данную декларацию. И, насколько мне известно, Россия так и не присоединилась к ней, Россия присоединилась к конвенции о правах человека и гражданина, который был утвержден Советом Европы. Ну, а можете, так сказать, подводные камни тут обозначить, в чем причина, почему Советский Союз отказался, а Россия присоединилась к другой декларации, или, вернее, к конвенции? В чем разница между этой декларацией и конвенцией, которую Россия признала? Дело в том, что сама по себе декларация, почему и называется декларацией, там права и свободы человека и гражданина, они существуют на бумаге. Там нет никаких механизмов реализации этих прав. И это было и остается основным таким критическим доводом со стороны наших политиков и тогда политиков СССР. А вот конвенция, которую принимал Совет Европы, она содержит в себе механизм защиты прав и свободы человека и гражданина, в том числе до недавних событий, значит, это механизм защиты прав через ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. Более того, сейчас мы официально объявили, что мы не будем исполнять решения действующие, новые решения ЕСПЧ, но будем исполнять те решения, которые принимал Европейский суд по правам человека до выхода Российской Федерации из Совета Европы. Это не означает, что мы отказались признавать эту конвенцию? Нет, официально, и это неоднократно Миттеров заявлял об этом, официально Россия, она готова к движению в направлении именно исполнения этих конвенций, международных договоров, то есть по отношению к своим гражданам Российская Федерация никаких обязательств не снимала, по крайней мере официально об этом никто не говорил. Понятно. Ну вот известно как минимум пять теорий возникновения прав человека, но наиболее популярные, как ни странно, являются антагонистами друг друга. Ну вот это следующие две теории, самая известная, наверное, теория естественных прав, она считает, что права дарованы Богом, и они неотчуждаемы, то есть появились вместе с человеком. То есть если принимаются законы, которые нарушают естественное право, то это значит, что совершается таким образом преступление. Ну а второе, прямо противоположное, первое, это теория позитивистского права. По этой теории право признается порождением государства, и никаких естественных прав не существует. По этой теории человек может иметь лишь те права, которые предусмотрены законом. Ну а как сейчас вообще обстоят дела в этом направлении? Какой теории вы придерживаетесь, и как относитесь вот к этим двум теориям? Вообще, на самом деле, все гораздо сложнее, все, что вот с этим связано. Дело в том, что теория естественного права и теория позитивного права — это попытка объяснить очень сложный, объяснимый институт права вообще, что такое право. И вот это все весьма упрощено для понимания, ну в первую очередь, школьниками. На самом деле, право, как социальный институт, это часть общества, как государство. Государство — это не какой-то отдельный социальный институт, который существует отдельно от общества. Это способ существования общества, государственность. Государственность обеспечивается правом. Право — это правило поведения. И вот взгляды вот этих, например, вот этих двух теорий, значит, естественно правовой теории, мягкой, да, и социологического позитивизма, они смотрят на один и тот же объект с двух разных сторон. Поэтому мы можем сколько угодно философствовать на тему, отчуждаемо наше право на жизнь или неотчуждаемо, это не имеет никакого значения, если общество, в которое мы попадаем, ну, например, это пускай будет общество какой-нибудь страны Н, да, и там наше право на жизнь, и не только наше, не признается, мы сколько угодно можем это декларировать в документах, он не признается. То есть всё зависит от самого общества. Если общество признаёт, тогда признаётся. Если не признаёт, то не признаётся. И никакими документами это не поправить. Ну а как на самом деле, как вне общества? Есть такая возможность всё-таки говорить о том, что вот права появляются вместе с рождением человека? У нас ведь так и говорят, у нас ведь, ну, по крайней мере, в Российской Федерации, да, так и принято, что права и свободы человека и гражданина, которые у нас перечислены в главе Второй Конституции Российской Федерации, они возникают с момента рождения у граждан Российской Федерации, у лиц безгражданства, которые родились на территории Российской Федерации, но, правда, тут надо оговориться о том, что они сразу приобретают практически гражданство РФ. Эти права и свободы распространяются на иностранных граждан, которые впоследствии прибывают в нашу страну. У нас это так и есть. Ну и слава Богу. Ну давайте тогда поговорим о конкретных правах, то есть, так сказать, от теории перейдём к такой практике. Поскольку мы с вами на радио, то одно из самых актуальных для нас прав, это, наверное, свобода слова. Обычно считают, что это право говорить что угодно и где угодно. Так ли это? Нет, конечно. Так поясните. Это не так. Это повсеместное заблуждение. Значит, данное право нам гарантировано статьёй 29 Конституции Российской Федерации, да. И уже тогда сама диспозиция этой статьи накладывает ограничения. То есть, если мы будем смотреть часть второй статьи, там мы увидим, что не допускается пропаганда, агитация, призывы, значит, возбуждающие там социальную, расовую и иную какую-то враждебность. То есть, если я по какой-то причине отношусь, допустим, к представителю другой расы негативно, я не должен об этом говорить, не имею права. Просто-напросто. То есть, уже даже сама по себе статья уже содержит ограничения. Более того, свободно мы можем говорить только строго об определённых вещах. То есть, о таких вещах, которые имеют, ну, скажем, официальное подтверждение. Иначе мы рискуем нарваться на последствия. То есть, нельзя говорить, например, я никогда не был в Соединённых Штатах Америки. Поэтому я не могу говорить, что там, вот там всё хорошо, а вот у нас всё плохо. Я же там не был. И если я буду активно продолжать говорить о том, что вот у нас всё хорошо, там всё плохо, там всё хорошо, да, буду проводить какие-то демонстрации, митинги, там, призывы, меня могут за это наказать. Не могу я свободно говорить. Ну, разве вы не можете выражать свободу своём мнении? А, это уже другое право. Да, у нас, по нашей Конституции, есть право иметь своё мнение. И никто не может быть принуждён к отказу от своего мнения. А вот свободы выражать, свободно выражать своё мнение у нас нет. И вот тут получается очень тонкая грань, которую вы подметили. Когда я свободно о чём-то говорю и когда я выражаю своё мнение. Это две разные вещи. Вот есть у вас своё мнение, ну, держите вы по себе. То есть мы свободно можем иметь своё мнение, но не можем его выражать. И вообще, свобода слова, и тоже не можем говорить всё, что угодно. Как что-то тут... Я на нас сейчас запутаюсь. Нет, смотрите, давайте опять будем исходить не из теории, а из фактического. Если у вас есть своё мнение, вы, конечно, можете его свободно выражать. Бога ради. Но если вас за это потом накажут по какой-то причине, ну, пеняйте на себя, собственно говоря. А говорить свободно о чём попало не получится. Потому что ведь само по себе понятие свободы, тогда уж давайте вообще, что это такое? Свобода без ограничений не существует. Как мы поймём, что мы можем свободно о чём-то говорить, если мы не знаем, о чём говорить нельзя? Я думаю, что многие со мной согласятся активно выражать ненависть к каким-то слоям социальным. А таких немало. Это очень неприятно. Ну вот, давайте немножко другой сейчас задаёт вопрос задам. Вот в Конституции Российской Федерации, статья 28, прямо через запятую написано, что каждому гарантируется свобода совести, запятая, и свобода вероисповедания. Опять же, обыватели часто смешивают эти понятия, что под ними понимается на самом деле, и существуют ли границы у этих свобод? Значит, почему вместе? Свобода совести — это действительно более широкое понятие, чем свобода вероисповедания. Но суть здесь в чём? Свобода совести — это иметь право свободно относиться к какому-то социальному, например, событию. Давайте возьмём пример из практики, поясню. Значит, мужчина убивает женщину, жену свою, бытовое убийство. Значит, объективно мы понимаем, что он совершил противоправное действие, лишил другого человека права на жизнь, его за это будут судить. А его коллеги начинают собирать ему деньги на адвоката, искать адвоката. И говорят, ну да, он оступился, так, не слабо так, оступился, но он хороший. Вот свобода совести, то есть как я отношусь конкретно к этому деянию, конкретно этого человека. Вот это моя свобода совести. Как я отношусь, имею какую-то позицию в отношении каких-то других событий. Всё, что связано с вопросами морали. Вопросы вероисповедания, они связаны больше с обрядовой деятельностью, с вопросами веры. То есть верю я в какие-то высшие силы или не верю в высшие силы. Значит, веру я в Бога единого, приношу ему жертву в виде фруктов, или как в некоторых африканских странах приносят в жертву петуха, и тоже христиане при этом. Это свобода. Хочу, могу верить в табуретку. Ну а почему тогда столь разные понятия представлены в одной статье Конституции? Их очень сложно разделить между собой. Потому что ведь у нас достаточно очень большое количество граждан, они не являются материалистами, они не идеалистами, ни во что не верят. У них есть просто свобода совести. Как их отделять? Ведь тут очень много связано с тем, что есть проблемы и внутри веры. Наверняка знаете о том, что существует ортодексальное учение, и есть схизматическое и еретическое учение и взгляды. Кому мне присоединяется? К схизматикам или к традиционным взглядам? В отношении, например, Иисуса Христа. Почему он был распят? Ведь еще очень много мнений есть по этому поводу. И они диаметрально противоположны. И это уже вроде как бы связано с религией, вопрос связан, но одновременно это моя свобода совести. То есть к какой позиции я буду придерживаться? Поэтому эти два права, они неразрывно достаточно связаны между собой. Ну тогда вот скажите, можно ли в соответствии с правом свободы совести свободно выражать свое мнение? В этом случае чем убеждение личностной ценности отличается от мнения этого индивида? Если он имеет право на свободу совести, да, имеет личное убеждение, почему он тогда не может свое мнение выражать? Значит, еще раз. Свои личные убеждения вы можете иметь. У вас может быть свое личное мнение. И в определенных ситуациях, когда все спокойно, в стране, в мире нет никакого политического, там, межгосударственного кризиса, да, вы можете вообще по большому счету говорить все, что угодно. И это на практике ведь происходит именно так. Так у нас люди говорят все, что угодно, и их за это не наказывают. По большому счету очень многих. Хотя у некоторых даже есть за что наказать, но их не наказывают. А вот когда есть какой-то политический кризис, государство вынуждено закручивать гайки. И поэтому, да, вы можете иметь свое мнение, у вас есть своя свобода совести, но в определенных ситуациях лучше помолчать. Не надо раскачивать лодку. Ну ладно, давайте тогда не будем раскачивать лодку, а перейдем к вопросу о вероисповедании. Тоже очень такое хитрое право. Это право свободно исповедовать какую-то религию или ни во что не верить. Но почему тогда возникло понятие оскорбления чувств верующих? Ведь в данном случае имеется факт столкновения двух различных и, на мой взгляд, равноценных по конституции мировоззрений. Допустим, одни имеют религиозную веру, а другие нет. И свободно об этом говорят тем, кто не верит или тем, кто верит. Ведь верующие поступают точно так же, только называют свою деятельность миссионерской. Они агитируют неверующих, так сказать, за свою веру. А вот атеисты почему-то не оскорбляют чувства верующих. Как вот тут быть? Во-первых, статья эта достаточно молодая. 148-я статья Уголовного кодекса, речь о ней идет. Раньше она называлась по-другому. Она называлась «Нарушение законодательства, свободы совести и вероисповедания». Здесь достаточно такая... Ну, есть серьезная административная практика. Кстати, аналогичная статья содержится в Кодексе об административных правонарушениях, но она сохранила свое название. Значит, возможно, вы помните, когда было скандальное выступление одной группы зарубежной в храме Христа Спасителя. Ну, советская группа Пуссероид. Да. Так вот, это очень сильно сбузаражило общественность. Я полагаю, что в первую очередь вот эта статья «Оскорбление чувств верующих», она возникла на волне вот этого возмущения. По сути, ее, можно сказать, просто пролоббировали определенные круги нашего общества. Значит, что касается столкновения интересов и взглядов, это уже вопрос злоупотребления правом. Ведь сама-то по себе статья в первую очередь была призвана защитить от подобных акций, вызывающих явное неуважение к обществу, в том числе к верующим. Но сейчас на практике есть ситуации, когда возбуждают уголовные дела, связанные как раз вот с высказыванием своего мнения по тому или иному поводу, но ни одно еще уголовное дело не было доведено до суда, их прекратили. Но дела действительно возбуждались. Это больше, мне кажется, связано уже со злоупотреблением своими правами наших граждан, которые, ну, я считаю, что мое чувство, как верующего оскорбили, пойду-ка напишу заявление. Ну, в данном случае вы говорите, что уголовные дела не были доведены до логического конца, а вот другие скандальные уголовные дела были доведены. Это дела, когда за репост какой-то информации и даже просто за лайки людей наказывают реальными уголовными сроками. И я сейчас не имею в виду специальную военную операцию, потому что эти факты были и задолго до нее. Не является ли эти случаи нарушением права на свободу совести и слова? Значит, вообще, очень, на самом деле, сложный вопрос. Дело вот в чем. Информационное право в России, несмотря на то, что оно прошло уже порядка 20 лет, на такой срок для него, оно все равно у нас находится в таком неком зачаточном состоянии. Что такое социальные сети? Есть, ну, нет устоявшегося правового статуса у этого явления, но в любом случае сейчас на практике это признается местом, которое является публичным местом. И, соответственно, часть государственных служащих, которые принимают решения по поводу возбуждения вот этих проверок, уголовных дел, они это трактуют таким образом, что да, вот здесь вот вы высказали опять свое мнение. Ну как, я же не создавал этот контент, и мне просто, может, понравилось, может, повеселился, там, как-то отметил это. За что меня-то, там, сказать, привлекать, если не создавался контент? Вот мое личное мнение, мое сейчас, вот, хоть я его не могу выражать, но выражаю, значит, я тоже, конечно, в большинстве случаев не одобряю такое поведение, считаю, что, ну, перебор. Значит, действительно, у нас есть некоторые товарищи, активные, выступающие в соцсетях, кого бы следовало приструнить, но за лайки не стоило. Мое мнение, да, здесь есть нарушение прав. В отдельных случаях опять, не во всех, не могу говорить за все, не знаю про все. Но, с другой стороны, значит, это информационное поле, у нас ведь есть целая куча нормативно-правовых актов, связанных с информацией и защитой от нежелательной информации, в том числе детей, то есть гражданин до 18 лет. Ну, так государство реагирует. Не лайкайте. Ну, хорошо. Ну, а как быть со свободой слова и мнения в профессиональной среде? Ну, например, в среде журналистов. Ведь это, собственно, залог их профессиональной деятельности. Могут ли журналисты, привлечу к уголовной ответственности за свободное выражение своего мнения? Вернее, наверное, не так. Привлекают как раз. Но справедливо ли это? А так вот их и привлекают за то, что они мнение это свое выражают. Ведь правовой статус журналиста, он немножечко другой. Дело в том, что если мы откроем закон и посмотрим их права и обязанности, как профессионалов, они ведь обязаны озвучивать объективную точку зрения. То есть если журналист ведет какое-то расследование по, ну, что-то его там интересует, он в идеале должен быть объективным и изложить все факты. То есть рассмотреть там обе стороны или есть там три стороны, вот это все изложить. Никто не говорит о том, что он должен выражать свое какое-то мнение по этому поводу. Он же просто передает информацию о том или ином событии. То есть основная эта задумка в этом. А то, что уже там выражают мнение, и определенным кругам это мнение не нравится, они начинают давить на определенные рычаги. То есть мы не говорим о государстве в целом. И журналисты начинают травить. Это уже другой вопрос. Понятно. Ну, может быть, вы еще скажете, если владеете, конечно, информацией, какие права человека чаще всего нарушаются в России? Какие-то, может быть, у вас есть реальные примеры, как в подобных случаях вообще действует власть, и как следует действовать человеку? Вообще, здесь необходимо, я думаю, обращаться к официальной статистике. Она есть в Российской Федерации. Ее ведет уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Ну и вот за 2021 год, я назову первые три пункта, там достаточно их длинный список. На первом месте по количеству обращений. Это обращение, связанное с правами человека, нарушением прав человека, в ходе уголовного процесса. Чаще всего по вопросам объективности, там полноты и сроков расследования, сроки доследственных проверок и там отказов в возбуждении уголовного дела. На втором месте это жалобы, которые подают лица, находящиеся в местах принудительного содержания заключенные. Здесь связано у них в первую очередь медицинское обеспечение, очень любят жаловаться по этому поводу. Далее действия сотрудников, ну и сами условия содержания. То есть им там заняться особо нечем, это не пишут жалобы. И на третьем месте, то что касается обыкновенных граждан, это жилищные вопросы. За 2021 год по статистике это вопросы, связанные с переселением из ветхого жилья, выселением из жилых помещений и капремонт. Я могу сказать, что в 2021 году я сопровождал дело в Котласе. Там была такая ситуация, значит дом, ну действительно он старый, деревянный такой многоквартирный дом. И администрация города Котласа сделала такую очень хитрую комбинацию, провела. У администрации в этом доме была квартира, то есть они являлись собственниками, она находилась в муниципальной собственности. Они, не предупреждая других жильцов, провели конкурс, выбрали компанию, которая провела оценку этого дома. Дом был признан ветхим. И дальше им нужно было выселить этих граждан. Что обычно здесь делается на практике в таких ситуациях? Как правило, у нас в жилищном кодексе есть 302 статья. Это статья, которая регулирует приобретение частного имущества в имущество государства либо в муниципальную собственность, то есть перевод. Фактически там приобретения нет, они просто актом переводят, то есть частную собственность в муниципальную. И вот здесь, при такой схеме, граждане, которые выселяются из ветхого жилья в связи с приобретением обращения в муниципальную собственность, им предоставляется временное жилье, и потом либо они идут по специальной программе, они получают компенсацию, либо их вселяют в новое жилье. Вот в данном конкретном случае администрация города Котласа сделала по-другому. Они установили режим чрезвычайной ситуации вокруг этого дома на расстоянии метра и выдали всем предписание о том, что нужно выехать, ЧС объявлен. Люди выехали, значит, им, чтобы они сильно не бунтовали, им дали жилье во временном муниципальном фонде, в этом жилищном. А они сидят и говорят, а дальше что? Все плечами пожимают. Вот обратились ко мне, начал разбираться, выяснил, что, оказывается, через два месяца после того, как их выселили, это постановление о чрезвычайной ситуации было отменено. Дом уже фактически был разнесен мародерами, и он стоит, он не снесен. И то есть получается, что они на тот момент, как я объяснял своим клиентам, вы право-то на участие в этой программе по переселению из ветхого жилья, вы в нее не попадаете, вас по другой статье выселили. Вы вообще не должны были выселяться, вы должны были сказать, нет, мы не выселимся. Значит, мы написали заявление в прокуратуру, честно, не знаю, чем закончилось дело, но раз не звонят, не жалуются, значит, все нормально. Ну а какие вообще органы власти в России отвечают за защиту прав человека и куда следует обращаться, если нарушены наши права? В первую очередь самый такой у нас серьезный орган – это президент Российской Федерации. Он, в соответствии со статьей 80-й Конституции, является гарантом Конституции, в том числе прав и свобод человека гражданина. Далее у нас есть специально созданные органы. Это уполномоченный по правам человека Российской Федерации. Есть отдельный омбудсмен, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации. И на региональных уровнях, вот есть в Кировской области уполномоченный по правам человека Кировской области, уполномоченный по правам ребенка Кировской области, можно условно сюда отнести омбудсмена у предпринимателей, потому что все-таки экономические права у нас есть в Конституции, право на ведение предпринимательской деятельности, условно можно сюда его тоже отнести. Ну и, разумеется, прокуратура. У прокуратуры есть отдельный вид прокурорского надзора, он связан именно с надзором за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим нашу передачу. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Права человека». И мы продолжаем беседу с гостем программы, юристом-консультантом, членом Общества защиты прав потребителей Дмитрием Александровичем Галлиным. Дмитрий Александрович, давайте теперь посмотрим, вернее, наверное, так скажем, попытаемся сравнить, как обстоят дела с правами человека в России в сравнении с другими государствами. У нас вот модно ходить государство, говорить, что в России с правами человека ситуация плохая. Ну, а что с этими правами на Западе? Так ли уж так страшен черт, я имею в виду российского черта, как его молюют? На самом деле, не все там так радужно, как нам любят преподносить определенная часть нашего общества, агитирующая. Например, вот в России есть такое конституционное право на тайну переписки, и оно реально охраняется. А, скажем, вот Великобритания, которая считается эталоном именно в части прав человека, там тайной переписки нет. Там не нужно было принимать пакет яровой для того, чтобы смотреть нашу переписку. У государства это право было всегда. А что касается России, я не гарантирую, я точно знаю на собственном опыте, что наши органы государственной власти, они переживают по поводу тайной переписки, потому что я подавал жалобу по этому поводу. И мне очень быстро ответили, на самом деле. Теперь, если мы возьмем так Соединенные Штаты Америки, которые даже довольно часто рекламируют там, тоже все ведь не очень, на самом деле. Например, вот есть такой штат, американский Самуа, это острова. Это уже штат, но жители этого штата не имеют гражданства США. У них выдан документ, который называется паспорт негражданина США. У них нет политических прав, они не могут избирать и быть избранными, жители этого штата, например. Или, например... А можно вот про неграждан, да? То есть, интересно очень, вот паспорт негражданина Соединенных Штатов Америки, а чьи они тогда граждане-то? Они вообще не граждане никакой страны? Нет, они все-таки граждане США, но граждане, пораженные в правах. Как я уже сказал, у них нет политических прав. А за что их так? Не знаю. Дискриминация же? Там очень много дискриминации. В США вообще очень много вопросов по правам человека. И если мы будем говорить, ну, например, то, что проходит мимо внимания большинства, да, там есть смертная казнь. Вот в России она как бы тоже есть, но наложен мораторий, то есть не применяется. Право на жизнь в России свято. А там от штата к штату по-разному. Значит, очень много вопросов с расовой дискриминацией. Есть тюрьма Гуантама, что там творится, вообще непонятно без суда. Но у нас же не на территории Соединенных Штатов. Не менее. Юрисдикция, это США. И один из самых важных моментов. Вот их последние акты, которые были после 11 сентября, вот эволюция этих актов, привела к тому, что сейчас в Соединенных Штатах Америки. Сотрудник ФБР, который работает в отделе антитерроризм, имеет право задержать гражданина США. И все права человека, гражданина США, сводятся к праву этого сотрудника держать его сколько угодно, вывозить из страны и пытать. Потому что он его подозревает в терроризме. И точка. Я, конечно, не знаю, как у нас, но у нас такого нет, по крайней мере, официально. А там даже никто не скрывает. О каких там правах человека может идти речь, я не знаю. У них сейчас очень популярно, конечно, защищать определенные слои населения. И быть белым человеком в США уже как-то вот так, не очень. Ну да, так что получить Оскар-фильм обязательно должен содержать какое-то количество, значит, как их называют, афроамериканцев, да, какое-то количество ЛГБТ-героев и так далее. То есть, если таких представителей в фильме нет, причем строго регламентированно, сколько их должно быть, по сними несколько, то фильм не может претендовать на Оскар. Это тоже, мне кажется, какое-то нарушение прав человека. А если мы возьмем положение индейцев, они же до сих пор живут в резервациях. Да, у них в отношении индейцев действительно, да, есть много льгот. Индейцы там учатся бесплатно, у них там есть налоговые льготы, на игорные бизнесы льготы. Но живут-то они все равно в резервациях. Ведь не сахар жить. Я не знаю, кстати, как там живут в резервациях. Может быть, лучше, чем где-нибудь в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Вот у меня друзья в Севетле живут, ездили в резервацию. С их слов говорю, что так не очень пьянствуют индейцы в основном. Ну ладно, про индейцев не будем. Существуют ли какие-то основополагающие права человека, которые за рубежом признаются и охраняются, а вот в России нет? Можете привести такие примеры? На самом деле мы сегодня уже говорили об этом. Это свобода выражения мнения. Вот по нашей Конституции, я ведь просто читаю статью, у нас этого нет. В Декларации прав человека, о которой мы сегодня говорили, там есть, и звучит именно так, свобода выражения мнения. За рубежом, особенно в Европе, да, там защищают это право. Право свободно выражать свое мнение. Ну, по крайней мере, они об этом очень громко говорят. И обратной информации у меня нет. Это основополагающее право. Ну и есть один такой не очень удобный вопрос. Это вопрос, связанный с дискриминацией. Он, собственно говоря, конечно, не только у нас со скрипом идет защита вот этого наших прав от дискриминации. Там тоже. Ну, вот как-то вот так. А вот с владением оружием, например. У нас как-то время от времени этот вопрос встает, но быстро гасится. А в США, например, несмотря на просто чуть ли не каждый день сообщения о расстрелах в школах, там, в супермаркетах и так далее, тем не менее вопрос свободной продажи оружия не муссируется, то есть не отменяется. Ну, они сейчас там пытаются что-то сделать, демократы у них. На самом деле там ведь тоже все зависит от штата к штату. Я бы не назвал право свободного владения оружием основополагающим правом человека. Вот основополагающим правом человека в США является, там исторически так сложилось, у них это право закреплено в Конституции. Но, опять же, я должен наговориться, свободно, вот прямо вот свободно покупать и носить оружие можно, пожалуй, у него только в штате Техас. Там, да, действительно, даже не резидент может приехать, я могу приехать, зайти, купить себе хоть автоматическое оружие, повесить его на плечо и спокойно с ним ходить. Без справок и с психиатрической больницей? Ничего не требуется, спокойно заходите, покупаете. Причем, опять же, зная от своих друзей, которые все-таки путешествуют, реально ходят с автоматическим оружием, свободно. При этом, опять же, вот мой друг, он живет в штате Вашингтон, он не является резидентом, он недавно получил разрешение на ношение, хранение оружия у него куплено. Ну, как вы думаете, почему в России так жестко относятся к правам ЛГБТ-сообществ? В частности, запущаются им там парады какие-то, браки заключать, детей воспитывать. А на Западе это же тема общая, что это чуть ли не основное право человека относиться к секс-меньшинствам. Ну, давайте по порядку. Я не считаю, что у нас в стране представители секс-меньшинств как-то притесняют на самом деле. Значит, что касается браков. Да никто им не запрещает браки заключать, детей заключать. Ну, здравствуйте. Сейчас я поясню. Просто дело в том, что брак, вот в нашем законодательстве понятия брака нет в семейном праве. Есть основные начала семейного права, которые говорят, что брак – это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Это основные начала. Но, смотрите, заключая брак в государственных органах состояния в ЗАГСе, мы заключаем вот этот брак, его, скажем так, юридически фиксирует государство. Есть ведь другие формы брака. Есть религиозные браки, есть квагерские браки. Их никто не отменял. Другое дело, что им сейчас это не разрешают, сейчас поясню, почему разрешают, не разрешают у нас, а разрешают там. Именно вот чтобы, с точки зрения преемственности государства. У нас это союз. А вот, например, в США, как это было принято, пояснено решением Верховного суда в 2015 году, это договор, гражданско-правовая сделка. Это во-первых. Во-вторых, никто не мешает нашим представителям секс-меньшинств уехать за границу и заключить там брак, который будет признаваться иностранным государством. И вот это непризнание этих браков, по крайней мере, до недавнего времени, это было больше политическое заявление, нежели юридическое заявление. Потому что если я съезжу в другую страну, заключу брак, ну не важно с кем, пускай с женщиной даже я заключу брак, приеду сюда в Россию, вот в Германии заключу брак, приезжаю в Россию, беру другую женщину, иду в наши органы и говорю, вот я вот хочу вот с этой девочкой заключить брак в Российской Федерации. Но вот у меня вот документы из Германии, у меня там брак уже заключен. Мне не заключат брак, потому что брак заключен. То есть Россия признает в браке заключенные за рубежом. И не признавать однополые браки юридически у нас нет возможности. Просто-напросто. Если я принесу эту же справку о том, что у меня заключен там однополый брак, мне не дадут заключить здесь брак. Юридические процедуры такой нет. Административный регламент не предусматривает. Поэтому политически можем об этом говорить. Юридически я бы не сказал об этом. Теперь что касается усыновления детей. Здесь ведь речь-то идет в первую очередь о том, что Российская Федерация не дает усыновлять детей гражданам, находящимся в однополых браках за рубежом. Во Франции, в США. Но это же продиктовано определенной линией политического поведения. Ведь беспризорные дети, которые находятся у нас в детских домах, они находятся под опекой государства. Это наши граждане. И когда они туда уезжают, государство, оно наше. Оно обязано защищать их права. И поскольку у нас такая линия, ну вот так вот оно происходит. Так что... Ну и, Дмитрий Александрович, я еще попытаюсь один вопрос, последний, да? Быстро как-то нам пробежаться. Вот основополагающее право человека, это все-таки право на жизнь. То есть, под ним подразумевается, что ни у кого не может быть отнята жизнь, и это признают право через все государства. Однако, далеко не все государства признают право человека по собственному усмотрению распоряжаться своей жизнью. Например, добровольно уйти в случае неизлечимого заболевания, без мучений, под врачебным контролем. То, что называется автаназией. В России, например, она до сих пор запрещена. Что вы можете об этом сказать? Разница в процедурах. Дело в том, что автаназия подразумевает под собой следующее. Не больной пациент выражает свою волю уйти из жизни. Ну, он выражает, я хочу уйти из жизни, но от аппарата-то его будет отключать другой человек, это убийство. Вот в чем разница. Вот если он сам захочет что-то с собой сделать, совершить суицид, тихо, мирно, дома, в ванной у себя, слова ему никто не скажет. Нет, конечно, будут отговаривать, понятно, если узнают. Не, ну, за рубежом-то же эта процедура уже прописана, что если больной в волеизъявление такое дает, то не признается врач, который отключил его от аппарата или ввел ему смертельную инъекцию, убийцей. Так в этом и разница. За рубежом, понимаете, они много с чем заигрывают. Мы только что про ЛГБТ говорили. Мы заигрывались, они с автаназией не заигрываются. Скоро тоже к чему-нибудь придет нехорошему, к перебору. То есть, считаете, здесь просто государство перестраховывается, чтобы не было намеренных убийств под видом автаназии, да? Конечно, конечно. Есть право на жизнь, все. Ведь у нас право на жизнь, это вот право жить, и никто не имеет права эту жизнь отнимать. В чем тогда моральная разница между палачом и врачом? Ну, спасибо. Это было мнение Дмитрия Александровича Галина. На этом мы заканчиваем. Слушайте нашу передачу по пятницам. Всего доброго. До свидания. До свидания.